50% общественного транспорта в Нижнем Новгороде выходят на линию с тем или иным нарушением, а 10% возят людей, вообще находясь в неисправном состоянии. Таковы итоги проверки автобусов и маршруток, которые устроили автоинспекторы. Два автобуса даже пришлось снять с линии. Данный автобус эксплуатировался при наличии технической неисправности и неисправной тормозной системы. И в итоге что с ним сейчас? Куда его? На специализированную стоянку. Когда сломалось? По ходу движения, наверное. А как насчет ПДД? ПДД? Да. Не, не слышал. Не слышали? Нет. То есть не соблюдаете, получается? Конечно нет. Как так-то? Мы же маршрутчики, нам нельзя. Да вы что? Мы за зарплату. Сейчас ежесуточно мы выявляем около 100 нарушений со стороны водителей именно автобусов, потому что последние 5 лет на территории города обстановка практически не меняется, наблюдается устойчивый рост аварийности на пассажирском транспорте. Вот на вашем транспортном средстве установлено газобаллонное оборудование. У вас есть какие-то соответствующие документы, подтверждающие факт законности данного оборудования? Да. Нет? Я не знаю. Это автобус не ваш, да? Нет. Вы водителем работаете? Я войдет. Данное нарушение у нас квалифицируется как незаконное внесение изменений в конструкцию транспорта. В отношении вас будет составлен административный материал. Индивидуальному предпринимателю будет выдано представление об устранении данного нарушения. Перевозка пассажиров запрещена до устранения данной неисправности. Мне кажется, это просто обман над зрением. Вот вообще. У кого? Ну, у инспектора. Вот все. Как так? Ну, документов-то у вас ведь действительно нет. Ну, не знаю. Не знаю. У меня есть начальство, ему виднее. Вторая проблема основная – это профессиональная непригодность большинства водителей автобусов, еще раз напоминаю, особенно частных перевозчиков. Если в том году мы выявили около 8 тысяч нарушений правил дорожного движения с их стороны, в том числе были отстранены от управления 14 водителей в состоянии опьянения, 7 человек были просто без права управления допущены. В 2016 году было зарегистрировано 176 ДТП по вине водителей автобусов, в результате которых 2 человека погибли, 240 получили ранения. Рост с предыдущим периодом составил около 100%. Кстати, что касается итогов этого года, то в авариях, произошедших по вине водителей автобусов, ранения и травмы получили уже 43 человека.